Всем привет, с вами Андрей Кубик. Как и было обещано в предыдущем выпуске, собираем месс. Предыдущий выпуск посвящен тому, какие формулы нужны для этого кубика. Выпуски были предназначены для людей, которые вообще ничего не умеют собирать. Поэтому, если вы просмотрите предыдущий выпуск, вы обогатитесь достаточно для того, чтобы научиться собирать вот этот куб. И немножечко, ну там частично, для того, чтобы собирать кубик 3 на 3, если не умеете. Ну вот. Ну что, начинаем собирать. Значит, если не видели предыдущего видео, то обязательно посмотрите. Значит, потому что сейчас начинается самое интересное. Значит, нам нужно ориентировать углы. То есть, еще раз, какие этапы были, я напомню просто. Ориентировать углы. Поставить все цельные ребра на центральный слой, на экватор. Потом ориентировать все ребра составные. То есть, вот таким вот образом, чтобы они были параллельными. То есть, чтобы они не мешали вот этому повороту. Вот этому нижнему и верхнему. То есть, вот это угло. Вот это угло. Этот угол у нас перпендикулярный, потому что он мешает. Он соединяет вот эти два слоя. А вот это ребро, оно, естественно, параллельное. Соответственно, мы сделали параллельными все углы. Поставили цельные на экватор. Ориентировали все вот эти ребра. То есть, вот это ребро у нас перпендикулярное. Его надо перевернуть. А потом соединяем все, по цветам соединяем все пластиночки на углах. Все ребра. Вот эти квадратики, да, чтобы совпадали. Ну и собираем как трешку. Поехали. Значит, что мы тут видим? Вот замечательно, вот стоят уже ориентированно два угла. И вот еще два угла. Ну, я сейчас их интуитивненько расставлю. Вот у нас четыре параллельных угла. Значит, здесь... Ох ты, как хорошо-то. Так, сейчас я подумаю, как это можно сделать. Даже не знаю. Ладно, я применил свою комбинацию, которая вращает два вот этих угла. Хотя, ладно, я сделаю пип-пафом, потому что иначе... А давайте, знаете что, я два сделаю пип-пафом, два сделаю. Одну пару так, одну пару так. Вот я делаю свои комбинации. Вот я перевернул вот этот угол. Сейчас подставляю на его место вот этот угол. И делаю в обратную сторону все. И возвращаю ее подворот. Доворот. Вот у нас, соответственно, два угла ориентировались. Теперь, значит, пип-паф. Как там было... Значит, если мы хотим поставить вот этот вот наверх, то есть мы хотим повернуть его по часовой стрелке, да? Мы поднимаем вот этот вот желтый наверх. Ой. Желтый наверх. И это будет первый поворот от угла. Теперь делаем второй поворот от угла. Делаем к-к. Еще раз. От-от-к-к. И вот он ориентировался. Теперь на его место поставим второй. И вращаемся, соответственно, поскольку их два. Два повернуть в одну сторону невозможно, иначе закон сохранения не работает. Поэтому вот этот угол мы вращаем в другую сторону. От влево, от наверх. К-к. От влево, от наверх. Что же такое-то? К-к. И возвращаем в дворот. Вот у нас все углы ориентировались. Теперь, значит, надо поставить все цельные вот эти ребра, чтобы они не мешались на вот этих слоях. А цельные ребра надо поставить вот на этот слой. Значит, в чем... Вот одно уже стоит. И больше не стоит никого, да? Угу. Ну, я что-нибудь сделаю, что-нибудь такое. То есть, вот у нас два ребра. Так. А где у нас еще ребра-то? Вот еще одно ребро. Вот оно, зеленое-оранжевое, вот оно. Ну, его я поставлю как-нибудь... Как-нибудь вот так. О! И последнее ребро, оно вот здесь. То есть, вот синий-красный. Так, сейчас я секунду подумаю. Немного напрягусь. А, ну да. То есть, я вставлю... Вот у нас пара вот здесь, да? Вот эти два ребра цельные. И вон там ребро тоже цельное. И нужно вот это поставить на... Ну, вот последний на вот этот слой. Что я сделаю? Я вот эти вот два ребра спрячу с центрального слоя. То есть, они вот стояли вот здесь. Я их миру и прячу, соответственно, вот на этот. То есть, когда я поверну вот этот слой, они не сместятся. И заметим, что когда мы спрятали вот эти два ребра, вот это ребро совпало... Вот у нас пара получилась. Эту пару мы убираем на тот слой. Возвращаем эти два. И замечательно, у нас все здесь, все четыре ребра, они не составные, а цельные. Так, что у нас дальше было? Дальше нужно ориентировать все ребра. Вот эти. Значит, кто у нас здесь стоит неправильно? Вот эти составные два стоят, очевидно, правильно. То есть, они параллельные. А вот эти два стоят перпендикулярно. Соответственно, их мы вращаем. Что мы делаем? Какая была комбинация? У нас надо определить верхний слой, да? Вращаем право середины четыре раза. Два. Три. Четыре. Вот оно ориентировалось. Теперь на его место поставляем второе. И делаем то же самое. Право середина. Два. Три. И четыре. И в принципе, можно даже не возвращать этот подворот, потому что, ну какая разница, у нас все равно все разобрано. Теперь едем сюда. Угу. О, как интересно. А здесь... Здесь получается перпендикулярных у нас три ребра. Как же такое возможно? Потому что у нас вот эти ребра, вот эти цельные, они же тоже могут вращаться. Поэтому сейчас мы сделаем вообще хитро. Три это практически четыре. То есть, если бы было два, мы бы вращали, вот как мы в предыдущий раз делали, да? Только что. Но у нас их три, поэтому нужно повернуть одну пару и еще как бы еще другую пару, и в этой паре один будет цельный. Соответственно, что мы можем сделать? Мы можем сюда поставить цельный, цельное ребро, вот это, и повернуть четверку. А четверка вращается как? Вот если это у нас вверх, это у нас перед. А, сейчас. Вот. И мы вращаем тыл, вот этот перед. Мы вращаем тыл, середина, между право и лево. То есть, был экватор. Мы вращаем это, между право и лево. Называется M. Так, сейчас, секунда. Что я сделал? Да. Так. Да, вот мы поставили цельное ребро, делаем тыл, середина, два, три, четыре. И вот у нас вот это ребро ориентировалось, а это ребро просто перевернулось. Теперь мы подставляем вот на эту пару, вот эту пару. И делаем все равно то же самое. Раз. Два. Три. Четыре. Подворачиваем обратно пару. Вот у нас это ребро цельное оказалось здесь. И возвращаем. Вот, в принципе, здесь даже не важно, как мы возвращаем. Потому что... Да, потому что и здесь, и здесь, и здесь ребра цельные. То есть, их можно поставить и вот так, и вот так. А здесь и здесь ребра уже параллельные. То есть, опять же, можно ставить как угодно. Вот. Значит, вот за семь минут мы собрали его, привели к форме кубоида. Теперь нам нужно расставить все по цветам. Значит, напоминаю, что нужно собрать максимально интуитивно наибольшее число пластиночек. Вот эти пластиночки уже стоят вместе. Оранжевый у них совпадает и белый. А эти не совпадают. Так. Значит, что мы можем сделать? Мы можем вот эту пластиночку... Как ее надо соединить? Красным, да? То есть, нужно сделать так. Сейчас подумаем. Ага. Сделаем хитро. Мы вот этот вот угол, пластиночку, да? Мы должны ее поставить вот сюда. То есть, еще раз. Вот это вот верхний слой. На верхнем слою вот эти два совпадают. А это нижний слой. Сейчас я просто буду вращать кубо пространствию. И надо будет ориентироваться, что где вверх, а где вниз. Сейчас вот это у нас мы смотрим на низ. И нам нужно сделать так, чтобы вот этот угол перешел сюда. Красным, чтобы он совпадал. Поэтому мы его сразу туда поставим. Потом спрячем его наверх. Вон туда. Этот угол мы подвернем сюда. Вот красный будет здесь. И возвращаем с того верха. Вот так вот они совпали. Теперь подворачиваем. И соединяем. И вот у нас, в принципе, вообще все замечательно, шикарно собралось. Я даже вот так сделаю. У нас все углы стали внезапно, все не ориентированные, а правильные. Совпадающие, пацанам. Значит, теперь смотрим второй слой вот под ними. Ага, синий. Синий совпадает. Хорошо. Ставим его сюда. Вот у нас два совпадения. Не очень хорошая ситуация. Сейчас разберемся. На верхнем слое, ну, под верхним слоем, да, вот этот верхний слой, под ним стоит раз правильно, неправильно, правильно, неправильно, не совпадают. То есть вот это вот, и вот это вот совпадает, а вот это вот, и вот это вот не совпадают. То есть они стоят по диагонали, да. А здесь у нас совпадают, раз совпадает, два совпадает, три не совпадает, четыре не совпадает. То есть эти стоят рядом, а те стоят по диагонали. ну поставим что-нибудь вот на этот вот на этот слой над нижним до кого-нибудь скажем скажем вот оранжевый сиденье вот здесь должен стоять а вот вот под этим синий оранжевый и мы вот этот синий оранжевый снизу вот они два неправильных мы вода синий оранжевый будем загонять вон туда соответственно возьмем повернем вот так вот и не вот этот синий оранжевый должен стать все туда отсюда оранжевый зеленый встанет очевидным сюда и отсюда зеленый красный станет сюда не скорее всего будет полете интересна мы сейчас что мы делаем наверх мы перевалщиваем на верхний слой не presented верхнем да вот этот вот угол надо поставить вот сюда то есть это будет вот эта пара. Потом мы подгоним сюда вторую пару и поменяем ее. Ну, это еще раз было в том видео. Значит, делаем влево два раза. Делаем вправо один раз. Делаем влево два раза. И вот сюда. Вот совпало. Теперь на это место поставляем вторую пару. И меняем в обратную сторону. Два раза вправо. Один раз влево. Два раза вправо. И вставим. И возвращаем подворот. Что произошло? У нас получилось так, что встали все пластиночки, кроме вот этих двух. То есть это паритет. Так. Я сейчас поставлю их рядом, чтобы было видно. Вот они стоят рядом. Я мало ли кому-то непонятно, что я сейчас сделал. То есть вот у нас были вот этот угол и вот этот угол. Вот этот угол я поставил вон туда. Вот сюда. И оттуда повернул вот сюда двойным поворотом. Вот он, соответственно, поставился сюда. Что я говорил про паритет? Паритет решить как бы невозможно без дополнительных действий. Без дополнительной магии. А магия какая? Мы должны взять один элемент и поставить его на место. И свести ее задачу к чему? К раз, два, к трем пластиночкам. А три пластиночки мы менять уже умеем. Значит, самая длинная, самая далекая, по диагонали, которая должна вставать, это вот это. Зеленый, красный. Он встает сюда. Соответственно, мы вращаем его, вот смотрим на эту пару в тыл. Вот так. И делаем два раза, ну скажем, вправо. Тут не важно. Один раз влево. Чередуется. Два раза вправо. И возвращаем. Теперь. Ага, совпало. Подворачиваем на это место вторую пару. Смотрим опять же в тыл. И делаем два раза влево. Один раз вправо. Два раза влево. И возвращаем. И возвращаем обязательно подворот. Все. У нас совпали все пластиночки. Круто. Теперь надо собрать вот эти вот. Сейчас будет, наверное, самый сложный, да? Сейчас проверимся. Значит, кого нужно, куда поставить? Вот неправильно стоит вот этот, вот этот, вот этот и вот этот. Так. Давайте сейчас. Раз, два. Здесь все одинаково, да? И три, четыре. Ну, хорошо. С этим можно вообще шикарно все разобраться. Потому что их четыре, то есть она же была буква N, то есть два плюс два цикл. Да? Мы меняли вот это и он то. Вот с той стороны. Вот это и он с той стороны. Значит, поэтому мы можем их расставить так, чтобы они стояли вот на этой грани и вот на этой грани и просто сделать букву N. Вот так, вот так, вот так, вот так. Два раза, да? По два раза. Соответственно, наша задача вот это ребро, вот это ребро и вот это ребро поставить так, чтобы они стояли на одном центральном слою. Вот это наша задача. Ну, давайте подумаем. Ага, я придумал. Смотрите, значит, вот это ребро мы оставим на месте. Будем все строить относительно него. То есть вот этот вот слой будет тот, на который мы ставим все эти ребры. Заметим, что вот это ребро и вот это ребро, ну, которые должны стоять вот здесь, да, и здесь, они противоположны. То есть если сейчас мы возьмем и поставим два противоположных, то их легко будет довернуть вот так, там, поворотом нижнего слоя, да, и они будут вот здесь. То есть смотрите, вот у нас есть ребро вот здесь, ребро вот здесь. Если мы вот это ребро повернем вот так два раза, то оно будет ровно напротив вот этого. И мы вращаем теперь вот это, мы вращаем наверх, и оно встает напротив вот этого. А эту пару Мы вращаем вот так. Теперь делаем букву N. Вот надо запомнить обязательно эти движения. Так, сейчас. Это, наверное, было уже лишнее, да? Да. Значит, давайте я запишу. Чтобы было понятно. Так, значит, мы делали, вот, допустим, это F, да? Соответственно, мы делаем F2. Сейчас я... Вот мы сделали F2. И у нас вот это вот желтое ребро, ну, центрик, да? Он встал напротив вот этого. То есть нам осталось их довернуть вот так. И они будут вот здесь. Это на месте осталось. Это здесь. Это здесь. Но когда мы делали вот этот дворот, у нас ушло вот это вот. Вот этот центрик ушел. Поэтому его нужно сделать наверх. То есть мы делаем R2. А потом делаем D' D' И все. И обратно, соответственно, реверс. Когда мы будем делать обратно. То есть мы сделаем сейчас S2. То есть вот этот вот. Если это F, то это S. А! Да, это средиум. Да. С2, U2, S2, U2. В предыдущем видео я оставлял ссылки на... В описании там есть ссылочка на сайт, куда можно вставить все эти формулы и посмотреть, как оно крутится. Так что, в принципе, вот... Давайте эту комбинацию я тоже оставлю тогда в описании, чтобы можно было посмотреть. Значит, и потом нам нужно будет сделать реверс вот этого. То есть это... Сетап. То есть приколбас. Вот это надо сделать в обратную сторону. То есть это будет D, R2, F2. То есть они все в обратную сторону идут. И все сами относительно себя их тоже перевернуть надо. То есть D' перешло в D. Вот они идут в обратную сторону. Значит, теперь мы делаем вот эту комбинацию. Раз, два, три, четыре. И выполняем вот этот вот обратный приколбас. То есть это будет D, R2, F2. Ну, в принципе, это... Нет, да, это было обязательно, чтобы они совпали. Ну и вот, все. У нас есть фактически этап трешки. А, да, проблема в чем? Теперь надо собрать именно по углам. Я говорил, что формулы трешки знать не обязательно все. Я здесь вот сейчас конкретно немножечко ошибся. Потому что нужно было изначально собрать вот эти вот углы. То есть... Как бы это объяснить-то? Если бы на этапе, когда мы соединяли вот эти пластиночки, если бы мы на этом этапе собрали бы из этих пластиночек первый слой, а потом... Ну и вот этот слой. То есть они бы совпадали вот здесь по желтым и вот здесь, да? И вот здесь по белым и по боковым, да? А потом бы мы ориентировали... Точнее, сопоставляли бы с вот этими уже правильно собранными углами мы бы сопоставляли вот эти нижние и вот эти. То у нас была бы картинка, когда у нас, в принципе, все углы уже стоят. Я забыл, где я ошибся, если честно, где я не учел, забыл вот это сделать. Но не суть. Ладно, собираю его как трешку. Значит... Вот эти два угла уже стоят правильно, но я не хочу их оставлять. Сейчас посмотрим, что тут можно сделать. О! А, нет, нет. Так, желтый и зеленый. Ищем желтый и зеленый. О! Вот он. Ага. Все, поставили. Все сделаем двойными поворотами. Теперь вот эти два. Сюда ставлю. И вот у нас все. У нас углы собрались. Теперь мы должны... Если честно, я забыл, говорил ли я формулу про перестановку ребер. Наверное, не говорил, да? Ладно, сейчас скажем. Значит, теперь надо ребра... Вот эти ребра уже стоят на месте, да? Ну, в смысле, на среднем слою. То есть здесь все цельные. Поэтому мы можем как-нибудь их повернуть. Вот так. И вот нас... А! Надо перевернуть вот эти два ребра, правильно? Но это мы уже умеем. Делаем их как бы на верхний слой. Делаем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это ребро поставляем сюда. Ага. Делаем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все. Ориентировали. Теперь хорошо бы поставить центры на места. То есть у нас вот здесь зеленый какой-то здесь. Ну, сейчас... Белый должен быть внизу, да? То есть вот этот вот центр. Вращаю. Раз. Хоба. Вот центры совпали. Наверное, надо сделать вот так. Да. То есть у нас теперь вот эти центры не совпадают. Да, я забыл, видимо, рассказать некоторые комбинации для трешки. Ну, скажем так, если вы умеете собирать трешку, каким угодно методом, сейчас вы соберете. Если не умеете, то, ну, интернет вам в руки. Если будет интересно, я расскажу. Или найдете на канале. Значит, теперь, что мы можем сделать с ребрами. Ага. Вот это ребро мы можем поставить сюда. Раз, два, три, четыре. Так. Вот это ребро, синий и желтый, надо поставить сюда. Что мы можем сделать? Мы можем сделать такую же комбинацию, какую мы делали для центриков. То есть, ну, два раза так, два раза так, два раза так, два раза так, да? Но при этом нам надо вот этот вот элемент поставить вот сюда. То есть, опять же, приколбас. Мы делаем раз, два. Вот мы его поставили сюда. Теперь мы выполняем формулу. Раз, два, раз, два. И делаем приколбас в оборотную сторону. Вот мы его поставили. Теперь, какое у нас еще ребро надо поставить? Ну например вот это, белый-синий, опять же вот сюда, мы его должны поставить вот сюда, потом сделать вот такой, пару вот эту, и пару вот эту развернуть. То есть мы делаем приколбас вот так. То есть вот белый-синий, мы его ставим сперва сюда, потом заворачиваем. И вот у нас его место, белый-синий, и вот он сам белый-синий. Разворачиваем раз, два Раз, два И делаем в обратную сторону Сетап Так, что у нас осталось? У нас осталось вот это ребро Зеленый и желтый Мы должны поставить его сюда Ммм Так, ну надо сделать так, чтобы вот здесь Вот здесь и вот здесь Стояло что-то несобранное Но это делается довольно просто Например, вот эту вот пару Мы должны поставить вот сюда и вот сюда Как это сделать? Мы можем развернуть ее вертикально Вот так Теперь опустить ее вниз На нижний слой и опять же довернуть нижний слой Вот на этом месте теперь Какие-то разобранные Вот это мы делаем раз, два Раз, два Возвращаем В стаб И вот это ребро встало на место Так, что еще надо сделать? Ага Зеленый О господи Красный и желтый Надо поставить вот сюда В принципе здесь все замечательно Потому что вот здесь вот стоят какие-то несобранные И мы можем сразу делать Раз, два Раз, два И вот он встал на место Правда он развернут Осталось три А, нет, четыре Четыре Так, ну давайте А, нет, вот это стоит на месте Этот стоит на месте Они развернуты У нас осталось Раз, два Три Оранжевый, белый Должен встать сюда Оранжевый и желтый Должен встать сюда Белый и зеленый Должен встать сюда И вот здесь начинается Прям интересная комбинация Мы можем сделать Вот эту комбинацию Раз, два Раз, два Только не Вот этот Средний слой Мы будем вращать не два раза А один То есть если я сейчас возьму Поставлю вот это ребро Вот сюда Вот эти два Соответственно должны сохранить положение То есть мы не можем повернуть вот так Иначе у нас уйдет вот это ребро Поэтому мы должны его повернуть вот так То есть вот это ребро Встало вот сюда И теперь вот это ребро Нужно поставить вот сюда Это ребро поставить вон туда А это ребро самое длинное Поставить вот сюда Ну и мы берем самое длинное Вон то И вращаем Раз Теперь вот мы поменяли вот эту пару То есть, оранжевый и желтый, и зеленый и белый поменялись местами. Вот эта пара развернулась. Теперь мы на это место, точно так же, как с углами, с пластинночками делали, мы вставляем другую пару, тоже ее разворачиваем и возвращаем. Сейчас я покажу на трешке, это будет видно. Сейчас я это соберу. И теперь при колбасе возвращаем. Раз, два. Все, у нас есть четыре ребра, которые нужно перевернуть. Что мы помним об этом? Мы можем четыре ребра, если они на одном боковом слою, мы можем их перевернуть сразу. Поэтому либо мы должны сейчас развернуть две пары, то есть, будет раз, два, четыре раза, потом подвернем вот эту и сделаем то же самое. И так две пары. То есть, две комбинации будут вот сюда, одна комбинация будет сюда, одна комбинация будет сюда, вот на эту пару. Но мы можем сделать проще. Мы же можем поставить их все на один слой боковой и развернуть четверку. Поэтому что надо сделать? Ну, вот, допустим, вот эту пару я должен поставить вниз. То есть вот эту вот пару, белый, красный и желтый-красный, мы должны поставить вот сюда, вот сюда и вот сюда. Как это сделать? Вращаем ее перпендикулярно, вращаем ее на этот слой. Теперь делаем 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Вот они ориентировались. Теперь подставляем сюда вторую пару, вот эту. 1, 2, 3, 4 и 1, 2, 3, 4. И возвращаем. И все, у нас сейчас все соберется. Хоба. Это вот приколбасы я возвращаю, да? Вот все, собрали. Что касается, значит, теперь давайте покажу еще раз. Что касается формул, которые я, скорее всего, забыл рассказать в предыдущем видео, насчет ребер, да? То есть еще раз. Формула очень простая. Вот первая формула буква N, да? То есть два раза так, два раза так. Вот на буква N с двух сторон. Можно даже сделать, смотрите, какую красоту. Можно сделать. Сейчас буква N еще с одной стороны. То есть вот у нас перекладина буква N, да? И мы развернули вот эту перекладину и вон ту перекладину. А теперь развернем еще вот эту перекладину. То есть вот так. И вот у нас буква N будет со всех сторон, да? И еще они разные. Круто же. Вот. То есть первая комбинация у нас была с двойками, с парами. Да? Вот это пара верхняя и пара нижняя. А если мы, значит, вот раз. Вот этот средний слой M мы вращаем два раза. А если мы повернем его один раз, например, вниз и один раз вверх, то у нас поменяется раз, два и три. Вот это будет на месте. Чтобы вернуть эту ситуацию, нужно, опять же, как с углами, как с пластиночками, да? Найти максимально далекое, то есть диагональное, которое по диагонали переходит. То есть вот этот белый-синий перевернет сюда. Соответственно, мы смотрим на его пару в тыл. То есть вот так. Вращаем ее. Потом подставляем на ее место вторую пару. То есть вот отсюда, да? И все. Вот. В общем, практикуйтесь. Программу я уже сказал, где скачать в предыдущем видео. В этом видео тоже оставлю ссылочку в описании. В общем, все. Всем пока на этом. Помните, что сложных головоломок не бывает. Все головоломки либо интересные, либо невозможные. Либо те, которые невозможно ни собрать, ни разобрать, они неинтересные. Либо интересные, они как раз достойны того, чтобы быть разбитыми на подзадачи и решенными. Вот и все. Всем пока.